Привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live и обсудим новый влог. Камбала в луково-томатном соусе. Муж радуется картошке в кожушках. Но главное, что не курицы. Ну, в начале видоса Уралка там наутюживает брюки, которые она там ему что-ли подрезала, подрубила обдугани. Объясняет, что обдугани опять на репетиторстве, да. Интересно, а по каким он дням ходит? По-моему, уже по выходным. А тут получается вроде как будний день и опять репетитор. Или Уралка, когда отсутствует обдугани и находится у себя, получается, дома. Она постоянно вспоминает про репетитора. Ну, именно у меня такое чувство возникло. Ну, значит, дальше она там еще готовит тюль, шторы, чтобы опять же на кухне повесить новые. Сколько, говорит, мы уже раз меняли. И Сарафан такой на понтах. Надо еще якобы поменяем. Мы богатые. А только недавно скулили, что бедные несчастные не могут ремонт сделать в ванной и туалете. А тут прям весь на гнилых понтах. Ну, да-да, Сарафан, ты у нас еще тот богатей. Не можешь жене украшения купить, пусть даже бижутерию. Сколько ходит, бродит возле этих прилавках. Ей там все блестит, ей там все сверкает. Но она понимает, что нифига ей никто не купит и не подарит. Лучше кишку набить. Правда же, Сарафан? Ты знаешь, что для Уралочки на первом плане. Ну и, значит, дальше уже повесили они эти шторы, тюль. И Уралка принялась готовить. Ну, конечно же, уже пора поесть. Да, надо приготовить курицу и картошку в кожужках. То есть, это картошку мелкую. Получается, они ее нарезают, запекают в духовке. А что ее, интересно, не почистить? Че, вкуснее, что ли, в кожужках? Ну и, значит, дальше, когда Уралка ее уже отварной резала, Сарафан говорит за кадром. Сейчас там кто-то скажет. Фу, фея! Сарафан, я тебе стихами прям скажу. Так часто ты меня вспоминаешь, прям аж не можешь. Аж пищишь. Аж у тебя пятая точка подгорает. Я тебе, да, стихами скажу. Фея, бее, это твой род, который часто жует куриный помет. Ты его не открывай и запахи вонючие не распространяй. Окей? Я думаю, ты меня услышал. Лучше почаще помалкивай. Картошку перемешала с кучей приправы, чеснока, накидала туда еще майонеза и переживала, что на салат майонезика-то не хватит. А Сарафан говорит, есть еще. Вы представляете, ребята, какими они ведрами жрут, прям глотают, что ли, этот майонез. И причем раньше... Нет, майонез мы не едим. Ну да, конечно, мы заметили, как не едите. Получается, Сарафан картошку эту разглядел и распробовал в ресторане быстрой еды, куда Уралочку он водил и где на них смотрели, слушайте, на какую-то диковину молодежь и смеялись. И Уралка, видимо, даже и близко не знает, какой рецепт, набодяжила, набросала туда всего подряд и решила, что получится у нее точно так же. Уралка же никогда не ищет рецепты, а если и находит какие-то рецепты, она никогда по рецепту не готовит. А она обязательно чего-нибудь набухает, либо больше, либо меньше, ну, в основном, больше, чем меньше. И думает, что будет все равно вкусно. Дальше заговорили, что якобы многие написали, что это забегаловка. Это и есть забегаловка, это точно так же, как Макдональдс, КФС. Это ресторанчик, кафе, получается, быстрой еды, быстрого приготовления еды. И правильно Сарафан сказал, для молодежи. Только в каком месте бабка Ола молодежью стала? Сарафан, ты что, не знаешь, куда Уралку тащить надо? В толстую креветку. Это любимое заведение твоей жены. А если ты хотел в такую забегаловку сгонять, то надо было себе молодую пассию поискать. Тогда бы, может, выглядел полумолодежью. Но Сарафан решил сам опозориться, бабку опозорить, и поперлись в ресторан для молодежи. Но сам же он сказал. Как и мне, кто-то написал, что... А что, якобы, людям в возрасте не стоит посещать такие места? Мне кажется, что людям в возрасте абсолютно неинтересны будут такие заведения. Но Уралке ей же безразлично. Ей же главное, чтобы была жрачка. Съела и умотала. Что интересно, курица, походу, домашняя. Решили разморозить. Потому что Сарафан сказал, что будет есть картошку. Ну, а раз картошку без курицы... Ну, как это, чтобы Сарафан курицу не ел? Он же раньше её ел и любил. А сейчас он её перестал любить. Любит он только исключительно магазинную. А раз сказал, что не будет есть курицу, значит, курица из морозильной камеры. Сарафан спрашивает у Уралки. Рыбу, говорит, ты печь будешь или жарить? Кстати, в фольге запечённая рыба гораздо полезнее, нежели жареная. Ну, это дураку, понятно. Но Уралочке важнее пожирнее, чтобы жирное, жареное, назло хейтерам. Они же всё делают назло нам. И поэтому она, поди, сейчас решила рыбу пожарить назло нам. Ну и опять, ребят, я смотрю на Уралочку, сколько счастья в её глазах. Ей счастье может подарить только кухня и жрачка. А как глянула я на её руки с этим болтающимся салом, когда она соль, там масло брала на столе, когда начинала жарить рыбу. Ну, это жесть, ребят. Вот скажите, до какой степени надо любить жратву больше, чем себя, чтобы довести себя до такого ужасного вида? Я просто каждый раз пребываю в шоке. Таких людей точно не понять, потому что у таких людей реальная проблема с головой. Когда у людей на первом месте жрачка, а не собственное здоровье и собственный внешний вид. Сейчас, говорит, обжарю рыбку. Много, говорит, что-то получается. В смысле, что-то много получается. Ты, Уралочка, не видела, сколько рыбки у тебя? Думала, наверное, один кусочек, да? А оказалось, вон, как много. А рыбку-то никто не ест, кроме Уралочки. Вот, Уралочка, у тебя праздник живота будет. Вот праздник. Уже обожрёшься от души. Да и картохи ты налопаешься, и курицы тоже наотрескаешься. Ну, самый настоящий праздник живота. Подтвердила, что на гарнир будет картошка Уралочки. Жареная, жирная, с майонезом. Назло хейтером, да. И рыбку она смолотит сама. Хотела бы макарохи или рис сварить, но решила, что картошечка же есть. Это же какая красота! Пожирней да повкусней. Представляете, Уралка в сковородку, где жарилась рыба, обваленная в муке, плюхнула туда же лук. Говорит, масла не добавляю. Тут масла достаточно. Вместо того, чтобы вымыть сковородку, она плюхнула в горелую муку лук. Ужас! Это жесть, ребят! Вот как? Как у неё желудок всё это переваривает? Как у неё организм перемалывает, переваривает эту пищу? Ну, перемалывает это ладно. Там ничего не перемалывает рот её. Еда залетает и тут же проваливается. Уралка же не жуёт, она сразу глотает. Но я как глянула на то, что она готовит. Это ужас. У меня аж живот разболелся. У меня муж в жизни бы не стал есть такую еду. Я даже когда жарю рыбу, я контролирую сковородку. И если, допустим, у меня приличное количество рыбы, я лучше её сполосну и вновь налью свежее масло и поджарю. А здесь прям в горелую муку и рыбу, которую она жарила, последний кусок, с другой стороны же везде пусто было. И просто горела мука. Она оттуда плюхнула этот лук. Чё, говорит, надо, чтобы был золотистый. Конечно, после горелой муки он по-любасу станет золотистым. Это горелая бодяжева, ещё пакет помидорок, потом ещё помидорок, дальше томатной пасты, приправы для вкуса. Там уже и приправы не нужны. От горелой сковородки, от горелой муки как раз-таки самые лучшие приправы. И Сарафан при этом говорит, я тоже такое буду. Жесть, ребят! Ну и дальше Уралочка решила попробовать это бодяжево. Ой, как она скривилась! Ой, как вкусно! На, говорит, Сафар, попробуй! А тот говорит, не хочу, мне неудобно. Пришлось Уралочке подавать, облизнуть ложку, чтобы он оценил на вкус очередное хрючево. Уралочка прям готова была петь, говорит. Рыбка, картошечка в кожужках. И аж руку поцеловала, говорит. Это просто песня. Дальше она проверила картошку с курицей. И якобы, что тут уже Сафар чуть ли не слюной и зашёлся, да? И надо срочно есть. Всё готово, всё прожарилось, пропеклось. Вот реально, у них самый настоящий праздник. И Сарафан такой же прожорливый, как и Уралка. Ну, понятно, из-за чего у него жор. Мы с вами прекрасно знаем, отчего именно у Сарафана постоянно отсасывает в животе, да? И постоянно охота жрать. И что-то мне кажется, ребят, что будут организовывать мукбанг. И будут опять чавкать и руками ковыряться в еде на камеру. Мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok